Добрый день, уважаемые коллеги! Это еженедельный обзор от компании Тикмиво и с вами я, Артур Идиатурин. Во вторник вчера у нас вышли производственные данные по США, и они у нас показали, что американские фирмы не торопятся отказываться от инвестиционных планов и продолжают наращивать капитальные вложения. Статистика у нас вышла за май, и затраты на оборудование, кроме авиации, это вот этот показатель, он у нас вырос на 0,3%, а вторник в апреле этот показатель у нас снизился на 0,2%. Это говорит в пользу однокровного взгляда менеджеров на экономическое положение, несмотря на торговую напряженность. Заказы на товары длительного использования, к этому индикатору у нас рынок более чувствительный, он у нас сократился на меньше, чем ожидалось значение, 0,4%, хотя у нас консенсус прогноз стал минус 0,5%. Это также у нас внушает оптимизм. Данный индикатор можно рассматривать как лидирующий для экономики, так как его рост косвенно указывает на устойчивость потребительских ожиданий, потому что потребитель у нас будет приобретать товары длительного пользования только если они уверены в своих будущих доходах. И данный показатель, он приобретает особую важность в период наличия фактора, вызывающих экономическую неопределенность. Мы, конечно, говорим о тарифных войнах, инициированных Трампом. Производственные заказы, которые включают в себя товары длительного и короткого пользования, у нас превзошли ожидания. Это вот этот показатель. Он у нас вырос на 0,4%, хотя у нас консенсус прогноз немного отстал от актуального значения составил и предсказывал отсутствие каких-либо изменений по сравнению с прошлым месяцем. Показатель за апрель был пересмотрен, как видите, в сторону улучшения. Повышение данного индикатора у нас говорит об устойчивом потребительском спросе, что данный индикатор позволяет взглянуть на потребительский спрос с другой стороны, со стороны фирм. То есть, какое количество заказов они приняли, такой у нас размер, размах потребления у нас достигла экономика. Это, конечно же, будет стимулировать фирму расширять инвестиции и поддерживать высокий темп найма. Доллар сопротивляется у нас набегом медведей перед отчетом non-farm payrolls, который у нас намечен в пятницу. Это видно из технической картины. Здесь можно заметить два треугольника, на которых происходила консолидация, затем был резкий всплеск покупательской активности. И сейчас мы можем ожидать то же самое. У нас постепенно индекс доллара консолидируется около уровня 94,50. И возможно, конечно, движение как вниз, так и вверх. Но все-таки данные, которые выходят сейчас, это производственные данные, данные по инвестициям, говорят о том, что все-таки середина второго квартала выдалась удачной для экономики США. У нас фирмы, менеджеры фирмы оказались устойчивы к страхам, связанных с торговыми войнами. И все-таки продолжали поддерживать высокий темп найма, продолжали совершать у нас инвестиции. И возможно, отголосок данной производительности, данных успехов, также будет у нас замечен в июне. При этом поступившие данные по производству на этой неделе, они, конечно же, опровергают мое предположение, сделанное на прошлой неделе, о том, что американские производители поддались опасениям, связанных с шоками внешней торговли, могут, скорее всего, они будут ориентироваться именно на внутреннее потребление, которое пока не подает тревожных сигналов. Об этом же, конечно же, сообщает нам рынок труда в США. Но еще 6 июля вступает в силу взаимный тариф США и Китая. Однако информация у нас не вызвала негативной реакции по доллару, это видно из его динамики. Скорее наоборот, это формирует у нас ожидание по ускорению инфляции из-за потенциального удорожания импорта, а значит, все более быстрый темп повышения ставок в ФРС. К тому же, эффекты тарифов можно разделить у нас на две составляющие. Это, конечно же, опережающий эффект, то есть ухудшение настроений, исключительно возникшие на основе неопределенности. И вторая составляющая – это влияние на экономику США в действительности, то есть эффект тарифов, который действительно проявляется на экономическую активность США. И в первую очередь это будет прослеживаться через подавление и экспорт, так как у нас экспортеры, они столкнутся с повышением издержек на свою продукцию, им придется увеличивать стоимость своей продукции за рубежом, и прибыли их будут падать из-за тарифов. В случае, если внутреннее потребление у нас окажется устойчивым, то есть сможет абсорбировать этот инфляционный эффект от тарифов, это может нивелировать удар по экспортерам, то есть в целом сдержать этот муссирующийся риск рецессии за тарифов. Учитывая, что две трети экономики США у нас приходится на внутреннее потребление, беспокоиться стоит начинать только в том случае, когда начнет отказывать именно этот двигатель. Другими с вами, если наметена слабость на рынке труда, или возникнет слабость в потребительской уверенности, то есть индикатор у нас станет последовательно снижаться. Причем инфляцию, чрезмерное ускорение инфляции, скорее всего, возьмет на себя ФРС, который сейчас располагает данными по ее потенциальному ускорению, даже в случае от тарифов, и, конечно же, примет меры по предотвращению этого негативного сценария. Касательно сжатия спреда между 10-летней и 2-летней облигациями, то здесь вот это сохранение тренда нисходящего можно отнести к риску ускоренных темпов ужесточения ФРС как раз-таки из-за потенциального ускорения инфляции именно на основе тарифов, которые как раз-таки оказывают, вот ФРС как раз-таки оказывает влияние у нас на краткосрочные процентные ставки, поэтому к ее действиям будут у нас особенно чувствительные инвесторы, которые держат краткосрочные облигации. Риск рецессии, которым пишут многие, вот, медиа докладывают, опираясь на какие-то исторические данные, вот, например, здесь можно посмотреть, как после каждого снижения у нас наблюдается вот рецессия, именно каждое снижение, оно затем у нас сменяется, то есть в момент бума у нас этот спред сжимается, в момент рецессии этот спред расширяется, из-за того, как, из-за того, что как у нас инвесторы начинают видеть ближайшее будущее по процентным ставкам, будут они расти или не будут. И как раз-таки вот это снижение у нас сейчас, как раз-таки на основе этого движения у нас сейчас и возникает опасение, что, возможно, дальнейшее изменение этого спреда у нас уже будет происходить во время рецессии. Но все равно данный сценарий у нас маловероятен, так как, учитывая вот в каком состоянии сейчас находится рынок труда в США у нас близок к перегреву, поэтому данный сценарий, конечно же, можно исключить сейчас. Поддержка доллара также оказала ухудшение настроений по еврозоне, высокая активность в сфере услуг и в сфере производства, об этом у нас сегодня вышли данные. Активность в данных секторах, как видите, она улучшилась, увеличилась по сравнению с прошлыми месяцами и превзошла ожидания, но это не смогло оказать должной поддержки европейской валюте. Общая европейская валюта у нас сейчас остается чувствительным к решению вопроса с беженцами, так как за ними скрывается более глубокая проблема целостности ЕС и это внутреннее присущее перетягивание одеяла между странами и членами блока, когда речь заходит о распределении какого-либо неприятного бремени. В данном случае как раз-таки это беженцы. Напротив усиления у нас производственной активности и активности в сфере услуг на основе данных Маркит, их отчеты и PMI у нас показали, что в июне у нас активность выросла в Великобритании, причем достаточно сильно у нас опередила прогнозы. И данные у нас оказались эти особенно важны перед заседанием Банка Англии у нас в августе. Часть чиновников на заседании в июне, она у нас внезапно проголосовала за повышение ставки. Три чиновника в частности проголосовали за повышение, за ужесточение монетарной политики. И данные, указывающие на улучшение экономических условий, они станут необходимым топливом для поддержания роста британской валюты перед заседанием ЦБ в следующем месяце. Сегодня у нас фунт стерлинг, конечно же, отреагировал на данный рост, в то время как евро у нас не поддался, европейские быки не поддались исключением, все-таки не начали наращивать ставки по евро. Но по фунту стерлинга, как мы видим, произошел небольшой рост, как раз таки на основе этих данных. Это говорит о том, что закладываются, сформируются ожидания по процентной ставке, по повышению процентной ставки в августе. И сейчас все данные будут пытаться как-то разворачивать, разыгрывать в пользу именно повышения, ужесточения монетарной политики в Англии. И не считая возможного негатива, связанного с Brexit, фунт стерлинг у нас сохраняет приподнятое настроение. С начала июля, как видите, у нас оттолкнулся от уровня 1,30,50. И вот этот восходящий тренд, он, скорее всего, продолжится, если позволят доллары, если не будут наблюдаться исключительного укрепления доллара. И фунт у нас, возможно, будет продолжать рост. И вот краткосрочный отметок, конечно, выглядит этот уровень поддержки, уровень 1,33. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в пятницу.